Всем привет! Сегодня буду готовить на зиму обалденно вкусные, самые-самые сладкие, друзья, в мире маринованные помидоры. Помидоры у меня домашние, прямо из грядки. Я их помыла, баночки также подготовила, помыла. Банки на помидоры я никогда не стерилизую. Подготовила чеснок и черный перец горошек. И сейчас наши помидорки мы будем укладывать в баночки. Воду я поставила на помидоры кипятиться. И сейчас будем наши помидорки укладывать в баночки. Но для начала, друзья, я возьму чесночок и его просто вот так порежу дольками, чтобы он нам лучше отдал свой вкус и аромат. Просто поразрезаю на половинки. И в каждую баночку на дно ложим приблизительно по 3-4 зубчика чеснока. Но так как у меня половинки, я буду бросать вот так приблизительно, ну вот по столько. Чеснок ложите по самому вкусу, как вы любите. Вот так поразрезала. Ну и сейчас на дно каждой баночки укладываем по своему вкусу чесночок. Как вы любите, друзья. Я вот так по пару штук заброшу. Здесь у меня баночки и на полтора литра, и двухлитровые. Двухлитровые чесночка можно добавить немножко больше. Чеснок у меня не очень крупный. Все, чесночок разложили. Сейчас сюда же добавляем черный перец горошек. Воду на помидоры я поставила кипятиться, не помню, говорила или нет. Перца добавляем по своему вкусу, как вы любите. Я добавляю вот так на глаз. Перчик мы любим, поэтому я его не жалею. И сейчас в каждую баночку мы будем закладывать наши помидорки. Помидорки у меня разные, вот такие мелкие, крупные есть. Вот так закладываем. Немножко можно потрясти, чтобы наши помидорки уложились. Баночки у меня вот эти на полтора литра, поэтому помидорки я сюда ложу. Поменьше. Вот так. Большие баночки будем вложить в помидорки покрупнее. Также можно немножко потрясти баночку, чтобы помидорки наши улеглись. Вот так закладываем помидорки. Помидоры обалденные получаются. Не смотрите, что здесь много сахара. Сахара здесь действительно очень много. Кто не любит сладкие помидоры, просто отойдите от экрана, друзья. Помидорки у меня вот такие. Даже есть бурые. Я сильно переспевшие томаты не люблю, так как они потом при мариновании трескаются. Ну, вот так один можно сверху положить. Вот это баночки у меня на 2 литра уже. Помидорки большие есть. Этот рецепт очень давно мне дала моя двоюродная сестра из Украины. Не знаю, где она взяла вот этот рецепт, но очень-очень много лет, друзья. Я мариную помидоры только по этому рецепту. У меня есть 2 любимых рецепта. Есть еще один. Но сегодня хотела вам показать вот такие помидорки. Самые сладкие в мире, друзья. Вот так тресем. Но все показывают, друзья, не буду. Помидоры только собрала. С огорода помидорки домашние у меня. Вот так уложила. О, сколько влазит. Дальше буду запихивать помидорки в баночку. Ну что ж, помидоры в баночки я уложила. Получилось у меня 4 банки 2-х литровых и 3 баночки 1,5. Вода у меня закипает. Крышки я поставила стерилизоваться. Крышки на баночке я всегда стерилизую. Ну что ж, вода наша закипела. Теперь разливаем наши помидорки кипящей водой. Помидоры я заливаю дважды. Один раз кипятком, второй раз рассолом. Первый раз воды я беру произвольное количество. Просто налила в кастрюлю, закипятила. Потом эту воду будем сливать и мерить, забрасывать туда, вернее, ложить, класть сахар и соль. Уксус по своему вкусу будем рассчитывать. Но, как я уже говорила, помидоры получаются очень-очень сладкие. Даже, можно сказать, ужасно сладкие, друзья. Но, когда они готовы, когда они у нас промаринуются, сахар здесь, можно так сказать, и не слышно. Они не такие уж ужасно сладкие. Но сахара действительно в рассоле, в маринаде здесь очень-очень много идёт. Но помидорки очень вкусные получаются. Съев один помидор, рука сама тянется за вторым, друзья. Всё, водичку я разлила. Закрываем наши баночки крышкой и оставляем банки на 15 минут. Вот так не закрываются. Помидорки повылазили у меня. Ну, вот так немножко поприкрываем. Приготовьте на пробу такие помидорки. Я уверена, вы не пожалеете. Всё, оставляем на 15 минут наши помидорки. Потом эту воду будем сливать. И будем туда добавлять соль, сахар и уксус. Помидоры кипятком я залила. И, чтобы не терять время, друзья, в кастрюлю сейчас будем добавлять соль, сахар и уксус. На одну трёхлитровую банку я беру 24 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, 8 чайных ложек 9% уксуса или 1 чайную ложку 70% эссенции. Я здесь высчитала на свои баночки, сколько мне нужно сахара. И сейчас сахар и соль я буду ложить, класть в кастрюльку. Сахара мне нужно 100 столовых ложек, друзья. Да, да, не удивляйтесь. 100 столовых ложек. И, чтобы вы убедились, что я сахар действительно ложу в кастрюлю. Так, что-то у меня баночки съезжают. О, крышки съезжают у меня. Уехала. Чтобы вы убедились, что я сахар ложу в кастрюльку, что это всё не обман. Что? О, что такое, а? Уезжает. Крышечка у меня. Опять не договорила. Чтобы вы убедились, что я ложу действительно столько много сахара, и что помидорки у меня действительно очень-очень сладкие получаются. При вас я сейчас буду сыпать сахар. 100 столовых ложек, друзья. Займёт, конечно же, это очень много времени, поэтому можете этот процесс пропустить. Беру сахар вот так, с небольшой горкой, одна-две. Буду считать и молчать. Потому что я собьюсь. Десять сыпала. Двадцать. Тридцать, друзья. Двадцать. Так, тридцать девять ложек килограмм сахара нет. Да-да, друзья, столько сахара уходит на эти там помидорчики. Тридцать девять ложек сахара уходит дофига, но помидоры обалденные. На праздничный стол ваши гости будут пальчики облизывать. Сорок ложек. Сорок ложек. Пятдесят. 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 70 77 ложек, друзья 2 килограмма сахара или не бывало не удивляйтесь побежала за сахаром еще 77 положила сахар принесла 78, 79, 80 друзья, 81 90 100 100 столовых ложек кто-то уже снется комментарии сейчас мне посыпется куча негативных, друзья всех буду банить если вам не нравится мои рецепты не готовьте я вас не заставляю готовить я просто показываю на своем канале как я готовлю что я готовлю, что я делаю и какие-то свои рецепты, друзья так, соли соли, соли нам нужно, знаете, сколько? 6 столовых ложек 6 столовых ложек крупной соли каменной по рецепту сюда идет 8 столовых ложек на так, что-то я уже попутала на 3-х литровую банку 2 столовые ложки соли идет но я рассчитала на мои баночки идет 8 столовых ложек но я добавлю сюда 6 6 столовых ложек с небольшой горкой соли все рассчитывайте по своим баночкам 2, 3, 4, 5, 6 повторюсь еще на 3-х литровую банку 24 столовые ложки сахара 2 столовые ложки соли 8 чайных ложек чайных ложек 9% уксуса так, сахар соль добавили уксус а уксуса, друзья, сюда надо мне 33,5 чайные ложки это 167,5 грамм уксуса 167,5 грамм так, где у меня здесь для воды так, налью без вас потому что я здесь ничего не вижу 167 наливаю мерную кружечку вон как раз и вылила все все с бутылки эту бутылочку занесу я все по-быстренькому, по-быстренькому друзья, бегом 167 грамм так, когда вылью воду сюда налью сейчас уксус воду пора сливать сейчас будем воду сливать в кастрюльку с томатиков наших ну что ж, 15 минут прошло воду с баночек я вылила в кастрюлю где у нас уже находится соль и сахар сюда же сейчас вливаем уксус на трехлитровую баночку как я уже говорила 8 чайных ложек 9% уксуса сахар перемешиваем ставим на огонь и будем кипятить наш рассол кто-то посчитает что это помидорный компот считайте как хотите у всех, друзья, вкусы разные кто-то любит сладкое кто-то любит соленое кто-то любит горькое мы помидорки любим сладкие сладенькие и кто пробует помидоры по этому рецепту друзья, все просят рецепт все просят рецепт так как на каждый праздничный стол друзья, я всегда ставлю эти помидоры я специально заготавливаю для праздничного стола друзья, такие помидорки ну, конечно же, себе покушать так как сахара очень много уходит поэтому помидоры я такие готовлю не очень много но пару баночек у меня всегда стоят в кладовке все, уношу нашу кастрюльку на газовую плиту когда она закипит будем разливать наши баночки с помидорками закатывать рассол у нас закипел разливаем его по баночкам накрываем крышками и закатываем и закатываем никакую зелень я автоматы в баночки не кладу только черный перец горошек и чесночок прикрываем крышками разливаем и закатываем покажу на примере двух баночек дальше буду разливать без вас чтобы не отнимать ни мое ни ваше время ну что ж закатала я помидоры по самому-самому сладкому в мире рецепту обязательно себе попробуйте такие помидорки я уверена зимой вы будете только пальчики облизывать ну а баночки я сейчас переверну вниз крышками и укутаю одеялом до полного остывания когда остынут занесу кладовку в холодное место ну а зимой будем открывать друзья вспоминать о лете и пальчики облизывать так как помидоры действительно получаются обалденно вкусными несмотря на то что здесь очень-очень много сахара и так так